Не знаю, как для вас, а для меня лично последние две недели пролетели достаточно незаметно. Все потому, что я занимался ничем, отдыхал и пытался морально подготовиться к рестарту сезона, который, я надеюсь, состоится без каких-либо проблем. Ну а сегодня мы с вами возвращаемся к одному из привычных форматов для моего канала, это новостному. Поговорим о самых интересных, важных, необычных и просто странных новостях, которые происходили за минувшие две недели. Только сразу оговорюсь, что я не буду затрагивать темы травмы Реджина Ронда и не буду говорить вам о подписаниях игроков, которые состоялось, в принципе, уже достаточно давно и вы все об этом прекрасно знаете. Если не знаете о тех, кто вообще оказался в новых коллективах, ссылка на мой телеграм-канал есть в описании, можете там все почитать, я об этом подробно все пытался писать, поэтому ныряйте туда, ссылка в описании. Ну и, как обычно, перед началом выпуска хотелось бы поблагодарить компанию, которая поддерживает меня уже не в первый раз, это компания «Зенит». Совсем недавно я рассказывал вам про интересную акцию от компании «Зенит», благодаря которой вы могли получить до 100% бонуса к вашему первому пополнению. Однако сейчас ребята и «Зенит» сделали еще лучше. Настолько лучше, что создали по-настоящему эксклюзивную акцию для вас. При регистрации по ссылке в закрепленном комментарии вы получаете сразу же тройной бонус. Бонус на 250 рублей за пополнение от 500 рублей, до 100% бонуса к первому депозиту и страховку первых пяти парей. «Зенит» находится на рынке уже более 20 лет, за это время они зарекомендовали себя как надежный партнер с честными и быстрыми выплатами, моментальной поддержкой и быстрым сайтами. А поэтому регистрируйтесь по ссылке в закрепленном комментарии и забирайте свой уникальный бонус. На минувшей неделе и, собственно, с того самого момента, когда Лига объявила о том, что команды начинают перетаскивать свои таланты в Орландо, мы наблюдали с вами достаточное количество странных и одновременно забавных вещей. Кто-то был недоволен едой и обслуживанием, кто-то рассказывал о том, что у ассоциаций банально нет выбора, и она один фиг отменит камбэк сезона, ибо ковид, ну, слишком силен. Кто-то, как Леброн, рассказывал трогательные истории о том, что ему во время карантина сложнее все было обходиться без личного общения с мамой, ну, а кто-то продолжал отказываться от поездок по разного рода причинам. Так, например, Рассел Весбрук, который и по сей день находится на карантине, не явился вовремя на инбашный ковчег, потому что сдал положительный тест на корону и буквально вынужден из-за этого будет пропустить продолжение-начало сезона. Но, если эта новость, как и многие другие, о новых заболевших не стала какой-то сверхшокирующей, то вот то, что мелькнуло за ней следом, чуть было не вызвало действительно эффект разорвавшейся бомбы. Ведь пользователи и болельщики Рокетс тут же начали заваливать твиттер вопросами, мол, окей, ну, допустим, с черепашкой все ясно, но что ж тогда с бородой? Куда запропастился он и почему так же вовремя не явился в Баббл? И не скрывает ли руководство команды, что он заболел девятнадцатой заразой, как и его братишка Весбрук? В общем, весь последующий день после новости о Расселе Смит то и дело лихорадило. Не все, конечно, в основном это были достаточно сомнительные издания, но все-таки. То Харден сдал положительный тест, то не сдал, то Дэнтони подтвердил данные факты, то, напротив, о проверке говорит, что не знает, в чем причина отсутствия его главных звезд. Однако положение всех этих таинственных дел прояснил сам Харден, который, как хрен знает что среди ясного неба, взял да и явился в стан коллектива, ничего и никому не объясняя. После чего, разумеется, вопросы автоматом о состоянии его здоровья отпали. Вообще, я вот если честно, сколько не пытался найти и понять, откуда пошла вся эта дизинфа в целом, так до сути докопаться и не смог, поняв лишь только то, что, во-первых, фан-сообщества Рокетс и в целом люди, которые активно следят за событиями в NBA, как мне кажется, банально не совсем верно или не совсем правильно восприняли изначально твит шамса, в котором он просто сообщал о том, что главный дуэт Хьюстона присоединится к команде позднее, типа задерживается, но без объяснения причины. Затем, во-вторых, Рокетс Вайр сообщают о том, что 3 июля оба игрока не были доступны для конференции в Зуме, чем еще сильнее, само собой, подтолкнули любителей теорий и заговоров к тому, что, скорее всего, пацаны действительно могли заболеть, да и многие утверждали, что они контактировали на совместных тренировках, хотя ассоциация это как бы официально запрещает. Плюс, 23 еще аж июня, Водж в Твиттере сообщал о том, что одна команда западной конференции имеет сразу же аж 4 положительных теста, что, опять же, идеально подходило к Рокетс, лидеры которых не приехали в Орландо в назначенный срок. Но на деле, как вы понимаете, это оказалось все не так. Не, Рассел Весбрук, если что, да, он действительно заболел, и сейчас есть информация о том, что коробка Windows у него протекает абсолютно нормально и без осложнений, что оставляет шансы высокие на то, что он вернется в строй, но просто чуть позднее, а что до Хардена, то все это оказалось не более чем надуманными слухами, которые знатно подогрели, наверное, фанатов Хьюстона. Ведь они и без того не знают, чего им стоит ожидать от команды в плей-офф с таким экспериментальным ростером, однако факт того, что их бессменный, явно схуднувший лидер сейчас активно продолжает готовиться к рестарту, и с ним и его здоровьем сейчас в полнейший порядок, явно является для всех отличной новостью. Поэтому данный вопрос, я считаю, что можно закрывать и снимать, в принципе, с повестки дня, и давайте двигаться дальше. Не отходя от темы здоровья и главных хедлайнеров коллективов, не можем мы с вами обойти персону из Айна Уильямсона, который две недели назад шокировал пользователей Инстаграма и Твиттера с вами Данком и также, кстати, новой формой, без аж, по слухам, 11 килограммов лишней массы, а сейчас, если вы заметили, взял, да и куда-то как-то по-тихому ушел в инвиз, оставляя за собой кучу вопросительных знаков. Вообще, если вы реально об этом ничего не слышали, то дела обстоят таким образом, что прямо сейчас Зайан не находится в Диснеевском кампусе, и, соответственно, не тренируется, покинув его строго по семейным обстоятельствам, подробности которых никому не известны. Изначально, правда, некоторые аналитики и инсайдеры писали, что все дело было в судорогах, которые Уильямсон испытывал на протяжении продолжительного времени, что, мол, опять начались проблемы со здоровьем и даже с коленями, но врачи команды еще 16 июля поспешили опровергнуть многое из этих слухов, сказав, что да, порой случалось, что Зайану приходилось терпеть судороги, но это не являлось каким-либо серьезным отклонением от нормы, исходя из просто получаемых нагрузок, и что со здоровьем у парня как раз-таки все окей. А вот у членов его семьи или, возможно, у кого-то одного, по всей видимости, нет, потому что, ссылаясь именно на эту причину, Зайану лига и разрешила отъехать на неопределенное время, на чем, по сути, можно поставить точку. Да, скажете вы, похоже, что как бы ассоциация не старалась протаскивать своего золотого парня вперед, и как бы Сильвер не пытался делать на этом рейтинге, получается, это пока что как-то вяло. То матчи открытия на самом старте регулярки должны были стать чуть ли не самым ожидаемым событием этого чемпионата, ведь тогда должен был состояться официальный дебют пацана, но, как вы знаете, вылезли траблы со здоровьем, и этого не случилось, то теперь вот это. А, чтобы вы понимали, TNT в очередной раз продали свои пакеты вещания зрителям во многом, опираясь на то, что 30 июля, то есть опять в день, мать его, возврата NBA, Уильямзон должен будет встретиться в битве против Джаса, главного остановителя все NBA Руди Габера. Однако, случится ли это на самом деле или нет, пока что нам ответить никто не может. Да и по правилам пузыря, Зайан, если не будет сдавать каждый день тесты и присылать их отрицательные результаты врачам в Орландо, по приезду еще 10 дней должен будет отсидеться на карантине, что легко может отбросить шансы его команды как на зацеп за восьмое место в конференции, так и вовсе на серьезное и конкурентное выступление. Поэтому здесь как бы ситуация, ну, почти повторяется. Пусть и не с теми же исходными, но все-таки. Я лично, если честно, очень сильно надеюсь и хочу, чтобы в ближайшее время от главной звезды но появилась хоть какая-то информация, которая будет способна внести ясность в его приезд и участие с команды в играх, и пока что предлагаю двигаться далее. Да-да-да-да-да, вы правильно прочитали данный тайтл, потому что 18 июля Шамс у себя в Твиттере написал, что индивидуальные награды, которые Лига раздает игрокам ежегодно, в этот раз будут присваиваться только с учетом тех матчей, которые были сыграны включительно до 11 марта, то есть до того самого момента, когда был приостановлен чемпик. А все, что идет следом, то есть рестарт, 8 стартовых матчей для определения итогов позиций и возможный турнир плей-ин, учитываться не будут. Короче, кто не понял, фактически прямо сейчас лучшие умы спортивной журналистики уже могут начинать голосовать, кому бы они вручили, допустим, MVP, где главными претендентами остаются Леброн и Янис, где бесконкурентно Джамма Рент получит звание новичка года, Зайан, сами знаете, полсезона болел, а шансов отыграться и склонить в свою сторону чашу весов ему уже явно не удастся, где лучшего защищающегося игрока могут подарить как тому же Энтони Дэвису, так и вполне себе Янису, и где, скорее всего, лучшего шестого в очередной раз получит Лу Уильямс. И, по сути, остается у нас только звание тренера года, самого прогрессирующего игрока и MVP, который до сих пор оставляет самое большое количество вопросов. В общем, я надеюсь, вы понимаете, к чему я это говорю. К тому, что как бы не распределились голоса прямо сейчас, мне единственное, чего хочется, это сбайтить вас на комментарии, увидеть мнение относительно того, кому бы вы раздали эти самые награды. Допустим, если Леброну подарили бы MVP, то обязательно напишите, почему, собственно, за что. Точно так же это работает, и если в вашем представлении им должен становиться Янис. Поэтому я жду ваши варианты в комментариях, а от себя же скажу, что, на мой взгляд, лига поступает в данной ситуации 100% справедливо, четко проведя границу оценивания игроков. Ибо, сами подумайте, ну что в действительности могли бы решить 8 стартовых поединков, как бы относящихся к регулярке. Только тут важно отметить, что мы ни в коем случае не должны про них забывать. Ну, в таком случае, ничего. Зайн бы вряд ли сумел доказать, что он круче Джа, да и даже если бы вышло так, что пели консотня, либо с боем у Мемфиса 8 место, определенно нашлись бы и те, кто заговорил бы о справедливости данного чемпионата, и тем более оценивание индивидуальных качеств игроков, где на одной стороне будет новичок, показывающий себя очень круто на протяжении 59 игр чемпионата, помогающий при этом выйти своему коллективу в стадию на вылет. А с другой стороны может оказаться Зайн, отыгравший 19 матчей и в теории отнявший у Морента возможность попасть в первый же для себя год в плей-офф. Понятное дело, что все это банально теория и предположения, но если бы это случилось на деле, я бы, например, сильно призадумался над выбором, потому что восприятие окрутости Зайна будет гораздо более свежее, нежели Аджа, который типа проиграет. Надеюсь, я не сильно запутал вас своими мыслями, но именно так мне видится вся эта ситуация. Получается так, что последние 8 игр могут вообще перевернуть все с ног на голову, потому что нам будет казаться, что именно здесь решается все, хотя ситуация кардинально отличается от обычного регулярного чемпионата. Поэтому я еще раз повторюсь, что я считаю решение лиги на 100% правильным, награды нужно присуждать именно за то, что происходило в обычном, как бы регулярном чемпионате. Если вы согласны с этим или не согласны, пишите, что думаете по этому поводу в комментариях, и давайте двигаться дальше. Наверняка вы неоднократно видели или даже слышали о том, что новый Орлян на момент рестарта чемпика имеют самый легкий календарик из всех 22 команд, которые приезжают в Орландо. Что, исходя из этого, есть целая теория о том, как Сильвер Кулуарно пытается протащить Зайна наверх для удержания привлечения зрителей теоретически первым раундом Беликанс-Лейкерс, сталкивая лбами не только Джеймса с бывшими одноклубниками, но и продавая самую главную битву этого постсезона, старой эры и так называемой новой. Но как бы то ни было, знать наверняка ответ на этот вопрос мы с вами не можем, как не можем, и точно знать, насколько вообще в теории Пеликанс могут далеко зайти, насколько они конкурентно способны, и будет ли во всем этом принимать участие в первую очередь Зайон. Но зато у нас с вами есть потрясающий автор The Athletic, Джон Холлинджер, который разработал некую теоретическую модель, отражающую возможность каждой из команд NBA оказаться в той или иной части турнирной таблицы к моменту, когда начнется плей-офф. И при этом сделал он это в достаточно простом и легком для восприятия виде. И если как-то кратко попытаться вам все это разъяснить, то Джон ввел целую собственную систему оценок, где один балл получают команды, на самом деле только одна команда, это Вашингтон. Они, скорее всего, не претенденты с учетом сложности к календаря отказом Бертонса вообще ни на что, поэтому лишь оценивается эта команда в один балл. Два балла получают команды, которые обзываются семерка до скорой встречи. Это коллективы, которые окажутся в плей-офф, но не задержатся там надолго. К ним относятся Бруклин Нец, Мемфис, Орландо, Феникс, Портланд, Сакраменто и Сан-Антонио Спёрс. Два с половиной балла получает вновь один коллектив, это Пеликанс, потому что, когда играет Зайон, эта команда способна действительно на многое. Без него же это семерка до скорой встречи, хотя получается, что восьмерка. Короче говоря, очередной промежуточный вариант. Три балла коллектива, входящие в так называемый Элит Эйд, то есть команды, которые обыграют хотя бы одного соперника в плей-офф. Я так понимаю, подразумевается первый раунд. Это Даллас Маверикс, Денвер Наггетс, Хьюстон Индиана, Майами, Оклахома, Филадельфия и Юта Джаз. Ну и, наконец, четыре балла, это Фэб Файв. То есть команды с лучшими рекордами и те, которые больше всего имеют шанс выиграть чемпионат. К ним относятся Бостон Селтикс, Клиперс, Лейкерс, Милоки и Торонто. Так вот, исходя из всего этого, была построена целая табличка, и выглядит она таким вот образом. Теперь о чем нам все это говорит? На самом деле, если вглядеться, то можно понять, что новому Орлеану на пути попадутся только одна команда из категории. Элит Эйд, это Юта, и всего лишь одна из Фэб Файв, это Клиперс. Остальные же, Спёрс, Мэджик, Ваша, Гризлис и дважды Кингс, это явно то, с кем можно играть, бороться и выигрывать. Что сводится к тому, что шанс не пустить джентри-компанию в плей-ин больше всего имеют неожиданно Кингс, которые сейчас, опять же, остаются еще и без травмированного Бэгли, что существенно осложняет им задачу по остановке, но вот как есть. Теперь к чему вообще я об этом вам рассказываю. Мне кажется, что вот данная модель деления команд по зонам, согласитесь, дает гораздо более простую и четкую картинку о возможности каждой команды оказаться в той или иной, опять же, части таблицы. Кстати, если вас смутило то, что Портланд оказался даже не в числе элитной восьмерки, объяснить это можно более чем просто. Нет, а Ризе есть неизвестно в каком физическом состоянии Нуркич, не игравший целый сезон, и есть точно такой же Коллинз. Плюс, накиньте к этому шестой по силе календарь, и это делает шансы Портланда форсировать события до плей-ин, и выхода на теоретический Мэмфис не таким уж и высоким. Вообще, я, конечно, понимаю, что многие, наверное, еще на старте этого блока новостей уже вырубили видос, ибо, ну, не всем интересно подобное. Но все же, если среди вас есть действительно таковые, кому это интересно, то, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. И пока чемпионат, допустим, не начался, мы могли бы с вами более подробно попытаться предположить, как будет выглядеть итоговый посев команд перед плей-оффа, а потом просто сравнить, во что мы с вами попали, а во что не попали. Мне кажется, это было бы интересно. Знаете что, в заключении выпуска сегодня я не буду задавать вам никаких вопросов, потому что на протяжении всего ролика их и так было предостаточно. Я надеюсь, кто захотел, уже на них отметил. А давайте просто поставим лайк, если вы ждете и рады тому, что до начала сезона, до рестарта остается менее 8 дней. В это сложно поверить, но все-таки это состоится. Я, по крайней мере, в это верю и пошел ставить лайк. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok